Сейчас, наверное, собрала. Но её же нет ещё. А давайте я вам пока фокусы покажу. Тихо, тише. Мы должны были решить, что мы сделаем и подарим родной школе на Новый год. И я подумал, вот какая наша староста, наша Аня. Просто потрясающий человек. Мы подарим нашей школе лошадь. Выникните, лошадь. Что может быть лучше? Ничего, а? Неплохо. И шо, может, мы целый день поломались эту голову? А она сразу придумала. Умница. Она, эта лошадь, будет всеобщим клинтонцем и любимцем. Будем его халить. Ура! Колик! Ура! Тише. Главное, что пусть она и будет общая. Школьная. Все будут знать, что это наша идея. Наша. А откуда мы возьмем эту лошадь? Разве они есть? Чепуха! Это не затруднение. Конечно, есть. Главное, мы достанем ее в виде маленького же ребеночка. Маленькой лошадки. И будем ее растить. И ходит? Да, и ходит, разумеется. Тут вопросы посыпались. А где же его достать? Почем они? Небось, дорогие. А где мы его будем хранить? То есть, держать, то есть, расти? Белого или черного? Он нужен, но для чего? А назвать? А назвать-то его как? Нашего лошаденка? А Аня, другая, отвечала на все вопросы. Достать этого маленького же ребеночка довольно просто. Где, пока не знаю. Не стоит об этом думать. Цвет лучше всего рыжий. Цена его 5 рублей. Не больше и не меньше. А если больше, то ненамного. Для чего он нужен? Ну, глупый вопрос. Ну, во-первых, просто лошадь не у всех же есть. А во-вторых, до шкаля скатать на ней можно. Просто ездить кому надо. Зайдут в школу, допустим, иностранные туристы. Видят лошадь. Неоценимо. Лошадь не надо. Послушайте, лошадь. Чего вы думаете, что мы все в лошадь? Деточка, всем немного лошади. Каждый из нас по-своему лошадь. Это мне папа в детстве Маляковского читал. А как же мы его все-таки назовем? Кого его? Кого его? Ну, лошадь он. Вот кого его. Лошадь? Сивка. Как? Ну, сивка же. Ерунда. Лошадь фрегатом или рогдай. Или ласточка. Ну, ты скажешь. Коняга и вдруг ласточка. А что и ласточка? А песню хотите проложить? Я знаю. Не мама в детстве белая. А еще мультик еще есть такой клев. Я Саня Завантин. У парня длинная челка Из нежного шелка Он возит тележку в таких краях Где мама каталась И папа катался Когда они были такими, как я Такими, как я Такими, как я А теперь дальше и так Какие? Мы там пьем, а Аня на сектору не пьем Он сейчас волнеет Он занят миром Субтитры подогнал «Симон» И вдруг Толик Курковцев Очень громко сказал Смотрите, я почню швабру Чудесная швабра И вдруг я вспомнил Что пока мы говорили Толик все время что-то такое делал И стучал Стук, стук, стук Стук, стук, стук Мы слышали Только внимания не обращали Что? Что еще за швабра, а? Да просто швабра Она уже почти сломалась А я ее укрепил Потянем В общем, теперь целая швабра Целехенькая Да Давайте помолчим Мы все немного помолчали А потом Аня сказала Я абсолютно все поняла Пока мы тут болтали Толик делом занимался Я считаю так Раз эти швабры ломаются Нужно их чинить Соберем их по всей школе И приведем в порядок Молодец, Толик Молодец! И все опять закричали И захлопали Потому что швабра Это очень полезная вещь И дело не только лошадя Аня была какая-то грустная Я заметил А потом улыбнулась И громко сказала И ведь именно нашими швабрами Мы будем убирать зал Где будет расти Наша рыжая лошадка Это уж точно!